Возобновляемые источники энергии – одно из перспективных направлений сотрудничества между Казахстаном и Германией. В том числе и по этому поводу сегодня немецкая делегация посетила Мангосталскую область. Федеральный президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приняли участие в церемонии пробного бурения строительства завода «Зеленого водорода». Почему именно этот регион выбран для развития зеленой экономики страны – в материале Жанар Масугутовой. Создание кластера по производству низкоуглеродного водорода именно в Мангистауской области – решение не случайное. По словам международных экспертов, плотность и скорость ветра на полуострове являются подходящими из всех стран Евразии. Плюс к этому «Октав» – морские ворота страны и имеет выход к Старому свету. В регионе, кроме портовой инфраструктуры, налажена и газотранспортная. Это большой потенциал для перевозки продукции по морю или газопроводу, считают специалисты. У Казахстана есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим мировым производителем зеленого водорода. Подписана сделка на 50 миллиардов долларов по производству зеленого водорода с компанией «Севентгрупп». Производство водорода может открыть двери для производства экологически чистой стали, алюминия и других металлов. В Магистал возведут солнечные и ветровые станции. Это позволит выпускать до 2 миллионов тонн зеленого водорода или 11 миллионов тонн такого же экологичного аммиака в год. Проект находится в стадии проработки. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. По словам представителей компании, во всем мире подобные проекты тоже только разрабатываются. Инициаторы до сих пор в поисках инвестиций. Столь капиталоемкое производство не может позволить себе ни одна компания в мире. Такие же большие проекты, как и у нас, разрабатываются в Австралии, в Южной Америке, в Чиле, в Аргентине, в странах арабских, в Сауде-Арабии, Оман. Также в странах Европы, Франции, Испании разрабатывают такие проекты. В мире есть 9 таких крупных проектов. Мы не являемся самым большим проектом. Для обеспечения нового кластера необходимыми специалистами в Магистал строят казахско-немецкий институт устойчивой инженерии. В ходе визита президент Германии и премьер-министр Казахстана заложили капсулу времени с посланием будущим студентам. В сентябре порядка 60 учащихся уже начнут обучение на базе Каспийского университета технологии инжиниринга. Сегодня в обеих странах высокий спрос на квалифицированных специалистов. Я уверен, что будущее этого института и его выпускников будет светлым. Это важный проект в сфере образования. Сотрудничество между двумя странами в области научных исследований будет и дальше развиваться. Желаю успешного начала обучения в сентябре этого года. Зеленый водород является топливом для самых разных потребителей и энергоносителем для выработки электроэнергии. Для Мангистау это может стать альтернативной продукцией нефтегазовой отрасли, считают специалисты. Здесь могут быть созданы сопутствующие сервисные компании, а также налажено производство турбин, электролизов и солнечных панелей. Немецкие компании готовы вложиться в развитие проектов по зеленой энергетике в Казахстане. Но для скрупулезных немцев самое важное – соблюдение прозрачных и четких правил игры. Жанар Масугутау Мухаммед Шаткан, Атамикен Бизнес, Мангистауская область.